Пускай, но мы сейчас об этом не будем. Вот сюда археологов пустили, и археологи это назвали пиршеством, работают здесь, на этой территории. Здесь было найдено множество, действительно множество совершенно уникальных вещей. Ну, например, здесь были найдены камни-граната для ювелирного производства, общим весом около 2,5 килограмм. Здесь был найден клад из 42 монет, среди которых были встретились даже монеты Священной Римской империи. Здесь было найдено игрушечное оружие 19 века. Такая находка на территории Москвы вообще сделана впервые. Ну, и это уже не говоря о том, что здесь были найдены части, детали архитектурных, архитектурных предшествующих построек, которые, вот вы видите, выставлены просто как музейный экспонат. На зиму это все бережно укрывают специальным укрытным материалом. Ну, а мы с вами прошли вдоль основного здания исторического. И посмотрите, пожалуйста, к нему примыкает вот такой полукруглый в плане корпус хозяйственный. Он называется циркумференциум. Вот я прошу вас подойти к нему поближе. Вот я прошу вас. В циркумференции находились конюшни. Это был хозяйственный комплекс. Здесь жили люди, которые обслуживали эти самые конюшни. У князя Гагарина было несколько очень редких пород лошадей. И вот он очень гордился тем, что когда их выводили по его приказу на манеж, а через эту арочку видно, что там огромную территорию занимает манеж, вот сюда этих скакунов выводили. На манеж они горцевали, показывали все, на что они способны, собирая толпу любопытствующих с той стороны. И это, наверное, услаждало душу и запомнение князя Гагарина, насколько это возможно. Старый князь очень любил, когда им восхищались, когда ему завидовали. Ну, а напротив циркумференциума мы с вами видим храм святого Александра Невского. Церковь Александра Невского стала второй на территории больничного комплекса. Почему второй? Первую, домовую церковь, мы с вами видели и даже посетили. Вот в то время на территории больничных комплексов было принято возводить два храма. Для чего? В один домовый приходили больные и их родственники, молитвы, со скорейшим выздоровлением. А во второй храм привозили усопших. Здесь их отбивали. Развести эти две функции в то время считалось крайне необходимым к избежанию заражения. Храм святого Александра Невского действовал до 1917 года. После революции его закрыли, он перестал действовать. И здесь была устроена слесарная мастерская и склад. Из-за чего внутри все было облицовано плиткой, покрашено масляной краской. И реставраторам пришлось очень серьезно потрудиться для того, чтобы восстановить исторический облик этого храма. Церковь Александра Невского действующая. Здесь проводятся службы. Сейчас сюда приезжает батюшка. И, как утверждают хозяева Московской городской думы, через Успенский переулок в субботу может войти всякий желающий посетить службу в церковь святого Александра Невского. На этом наша экскурсия подошла к концу. Я искренне благодарю вас за внимание и вынуждена с вами попрощаться. Спасибо.